Добрый вечер! В эфире областного телеканала АЭС. Информационный выпуск новостей сейчас. С вами Юлия Ширяева. И коротко о некоторых темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в Тайшете. Густой дым окутал один из районов города. Что горело и как справлялись с этим и другими пожарами? Расскажем через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Берегите лес. Первый агитационный автопоезд по профилактике пожаров начинает курсировать в Приангарии. Проект запустило Иркутское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. Сегодня 10 автомобилей различных лесхозов области отправились на патрулирование. Какие населенные пункты посетят и что будут вручать жителям? Расскажет Александра Турченинова. Через несколько минут эти машины отправятся в дорогу. А пока ждут, когда представители Министерства лесного комплекса Приангария, добровольцы и волонтеры осмотрят оснащение техники. Хотя это и автомобили назвали их агитационным поездом. На десяти у УАЗах специальная символика и номер телефона. Куда обращаться в случае обнаружения огня напомнят жителям региона. Агитпоезд проедет по всей территории Иркутской области. Большинство пожаров случается с участием людей. Хорошо знаете, поэтому очень многое зависит от того, насколько мы их сейчас напомним людям о том, чтобы они вели себя прилично и у себя на садовых участках, и там, где они живут на земле и в лесу. От этого будет очень многое зависеть. Многое будет зависеть и от волонтеров Иркутского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Проект они реализовали совместно с Министерством лесного комплекса. Агитпоезд создан на базе автомобилей из разных лесхозов области. Такие листовки с призывом беречь лес добровольцы отвезут в каждый населенный пункт. В стороне не окажутся ни жилые дома, ни социальные учреждения. Принадлежат пожарно-химические станции третьего типа, которые созданы для межрайонного маневрирования. И поэтому при своей работе, до пожароопасного периода, они будут посещать все населенные пункты практически, будут заезжать в магазины, в садики. Там будут сидеть как наши работники Министерства лесного комплекса лесного инспектора, так и добровольцы. Будем вести пропаганду о вреде поджога сухой травы и так далее. Кроме этого, специалисты лесного хозяйства будут проводить агитационные мероприятия. Так, например, они посетят глав муниципальных образований и вручат им методички памятки. Также планируются встречи с жителями в течение всего пожароопасного сезона. После напутственных слов, агитпоезд отправляется в свой первый населенный пункт Качук. В случае возникновения огня пожарно-химические станции третьего типа смогут участвовать в тушении. Однако здесь уверены, предупрежден, значит вооружен. Александра Турченинова, Александр Барановский. Новости сейчас. Количество поездок для льготников в муниципальном транспорте увеличено до 50. Изменения вступили в силу с 1 апреля. А для инвалидов, которые передвигаются сопровождающими, теперь будет предоставляться 100 поездок. Их количество было изменено по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Увеличить количество поездок с 30 до 50 удалось в результате работы по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий перевозчиками из бюджета региона. Ранее перевозчики злоупотребляли своим правом и запрашивали на возмещение намного больше средств, чем было оказано на самом деле. В 2013 году сумма субсидий по области составила более 600 миллионов рублей. Если мы берем соотношение последних лет, это 2016-2017 годы, в 2016 году это порядка 400 миллионов рублей, в 2017 год это 294 миллиона рублей, если не изменять память. То есть экономия составила, так называемая экономия составила более 100 миллионов. Хочу подчеркнуть, что это не только на год, а это на весь предстоящий период, поскольку мы полностью изменили систему управления, как правильно сказали, и контроля в этой сфере. Не хватало, потому что когда начинается дачный сезон, мы начинаем ездить на дачу, я еду на двух автобусах, то есть из дома сюда и отсюда на пятерки. То, конечно, не хватало. Ну вот с 1 апреля, как я поняла, 50 поездок будет. Ну посмотрим. Кроме того, в регионе приобретен аппаратно-программный комплекс автоматизированной системы учета и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте. С 1 июля 2017 года ведется учет поездок в территориях, где введены электронные проездные. Иркутский, Усолье, Сибирске, Мангарске, Братске, Киринске. На сегодняшний день на территории Иркутской области 20% льготников пользуются бумажными билетами и 80% электронными. Населенные пункты вблизи Байкала исключены из водоохранной зоны озера. Ее радиус сокращен в 10 раз и составляет 200 метров от береговой линии. Соответствующие поправки подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В 2015 году были утверждены границы водоохранной зоны до 80 километров. И они совпали с границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории. В нее попали 78 населенных пунктов. По закону жители не могли вести хозяйственную деятельность и оформить земельные участки в собственность. В границах этой зоны запрещено строить дороги, линии электропередач, захоронения и даже устанавливать уличные туалеты. После сокращения границы жители смогут вернуться к привычному укладу жизни. Это в том числе и касается поселков Сахюрта и Еланцы. Для экологии и экосистемы озеро Байкал не нанесет никакого вреда, потому как был проработан именно научный подход. Также стоит отметить, что после того, как внесена корректировка в водоохранную зону, 643-е постановление Российской Федерации никто не отменял. Это для тех, кто переживает за экосистему озера Байкал, что запреты, которые были, они так и остались. Только снимается часть запретов, которые были возложены в соответствии со статьей 65 водного кодекса. Несмотря на сокращение границ водоохранной зоны, на ее территории все еще остаются 38 населенных пунктов Иркутской области и Республики Бурятия. Также остается открытым вопрос для собственников баз отдыха, которые ранее получили предписание о сносе. Жителям Хомутова Иркутского района оказывается адресная помощь. Речь идет о тех людях, участки которых подтоплены талыми водами. За последние сутки проведена расчистка и углубление 350 метров водоотводных каналов. Отсыпано песчаногравийной смесью насыпь более 150 метров в длину. Откачано более 200 кубометров воды. Как пояснили в региональном МЧС, на контроле остаются 53 участка. На базе единой диспетчерской службы Иркутского района круглосуточно работает телефон горячей линии, на который местные жители могут обращаться по вопросам оказания адресной помощи при подтоплении приусадебных участков. Урок выживания. После трагедии в Кемерово в школах при Ангаре программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» решили освежить. Акцент на оказании первой медицинской помощи. Сегодня ученики 14-й школы на практике отрабатывали теоретические знания. За учебной тревогой наблюдала Анастасия Цыганкова. Внимание! Пожарная тревога! Срочно покиньте помещение. Эвакуация! Выдвигаемся! Встали! Встали все! Все встали! Учитель идет впереди! Вместо звонка на перемену – сигнал пожарной тревоги. Ученики 9-го А-класса 14-й Иркутской школы на практике отрабатывают знания, полученные на уроке «Основы безопасности и жизнедеятельности». Здесь все по-настоящему, даже огонь. Кстати, именно эти два ведра с горящей бумагой стали причиной пожарной тревоги. К борьбе с огнем приступают спасатели. Под спецовкой скрываются старшеклассники из клуба «Патриот». Я в образе пожарника. Пожарники тушат пожар, конечно же, горящее здание. Но также спасают людей тоже из этого горячего здания. Это очень важная работа для людей. Конечно, такие уроки очень важны, так как каждый должен ребенок знать технику безопасности, как выходить из горячего здания, если они там попали. И как, если что, оказать медицинскую помощь. Такие уроки часто должны проводиться, но и проводятся у нас тоже. В течение года у одного класса проходит 34 урока ОБЖ. Для десятиклассников эта цифра в два раза больше. К теоретическим знаниям добавляют практические и сборы на базе воинской части. Сразу после каникул знания старшеклассников решили освежить. Причина – трагедия в Кемерово, где на пожаре погибли дети. Подростки – основные посетители торгово-развлекательных центров. Им особенно важно знать, как и куда бежать в случае ЧП. После пожарной тревоги из условно-горящего кабинета все выбрались оперативно. Однако есть пострадавшие. Гоша надышался угарным газом, сердце остановилось. Одиннадцатикласснице Анастасии Балашовой понадобилось несколько минут, чтобы главный орган вновь начал биться. Школьница окончила курсы оказания первой медицинской помощи и является призером Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Очень многое не зависит от нас, потому что мы можем идти по улицу, и вот может слева или справа прогреметь взрыв, окажутся раненые, загорится что-то, и мы должны уметь действовать в этой ситуации. И именно уроки ОБЖ учат нас этому. Они учат нас не теряться в данных ситуациях, они учат нас, что нам необходимо делать в данной ситуации, и как помочь людям даже морально. То есть обычная поддержка в данных ситуациях сможет спасти чью-то жизнь. Это еще одна пострадавшая. Глаша повредила ногу, задета артерия. Анастасия останавливает кровь, накладывает жгут и параллельно разговаривает с пострадавшей. Это та самая моральная поддержка, которая помогла хоть и условно, но все же пострадавшей Глаше не потерять сознание. После помощь оказывают младенцу Гаврюше. Сегодня за урок весь класс получают отлично. Но самое главное не оценка, а чтобы эти знания ученикам не пришлось применять в реальных условиях. Анастасия Цыганкова, Евгений Шарыпов, Новости СЕЙЧАС. Родственные связи не на пользу. Под Иркутском внук пытался ограбить свою бабушку. В поселке Мельничная Пать двое неизвестных напали и вырвали сумку с деньгами у 70-летней пенсионерки. После злоумышленники сели в автомобиль и скрылись. Машину с подозреваемыми заметили в Ленинском районе города. Задержанными оказались молодые люди 21 и 25 лет. Позже выяснилось, один из пойманных является внуком пострадавшей. Он неоднократно судим и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы. Во второй части выпуска вы увидите. Девять водителей сегодня стали пешеходами. Машины арестовали за долги. Судебные приставы выявляют неплательщиков и конфискуют имущество на месте. В северной столице Приангаре открылся международный фестиваль-конкурс среди музыкальных исполнителей «Братск Зальцбург». Более 100 юных участников из разных стран мира выступят на одной сцене. 19 медалей привезли иркутские акробаты с соревнований в Красноярске. Сколько золотых? Смотрите в блоке спортивных новостей. Вы смотрите новости сейчас. Продолжаем выпуск. Густой дым от пожара окутал сегодня один из районов города Тайшет. Эти кадры с места происшествия сделаны местным информагентством Тайшет-24. Загорелся склад мебельного магазина. За считанные минуты огонь распространился по всей территории помещения. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Незасильного дыма видимость в том районе была практически нулевой. Пострадавших и погибших нет. Огнем уничтожен почти весь товар. Одна из основных версий случившегося – короткое замыкание. Еще одно возгорание тушили спасатели в центре Иркутска. Сегодня днем на улице Карлолипнихта загорелись два заброшенных здания. По предварительной версии возгорание возникло в двухэтажном деревянном доме. Пламя сначала охватило его, после перекинулось на соседний. Приезду пожарных крыш и домов полностью находились в огне. Чтобы обеспечить свободный проезд к месту происшествия, инспекторы ГИБДД частично перекрыли проезжую часть. Работа по тушению осложнялась множественными пустотными перекрытиями в конструкциях здания. Дом стоял с выбитыми окнами и дверьми. И начали сюда ходить бичи, пьют. Постоянно вечером, видимо. Мы их гоняли, гоняли, толку нет. Рядом стоит второй такой же дом расселенный. Мы его охраняем. Тоже есть опасность, что могут поджечь также. А загорелось где? Загорелось, похоже, вот там второй вход есть. Там вот через него все время и заходили пьяные эти компании. В тушении участвовали три пожарных расчета. От сильного жара у соседних жилых пятиэтажных зданий даже полопались стекла в окнах. На полную ликвидацию возгорания специалистам потребовалось более двух часов. Один маршрутный автобус и десятки автомобилей горожан арестовали на дорогах Иркутска судебные приставы. Имущество конфискуют в основном за долги перед банками. Выявлять неплательщиков в потоке машин специалистам удается с помощью прибора дорожный пристав. Как это происходит, увидела сегодня наша съемочная группа. Николай, еще раз повтори, речь не прошла. К220МС грузовик. Все, принял. Автомобиль должника движется по улице Розеликсембург в Иркутске. Уже через минуту его водитель останавливается по требованию инспектора ГИБДД. После просят пройти в машину к судебным приставам. Ничего абсолютно. Не знаю, сейчас разберемся. Что послужило поводом для остановки, иркутянин не догадывается. Действующего долга за ним нет. Ни штрафов, ни кредитов или алиментов. Разъяснил ситуацию специалист службы судебных приставов. Оказывается, грузовик, который мужчина купил год назад, еще числится на бывшем владельце. А у того, в свою очередь, долгов хватает. Сумма более 200 тысяч рублей. До погашения задолженности машину арестовывают. Действующие вещи забрали, да? Нет, не забрал еще. И таких случаев, по словам специалистов, хватает. Вернуть свое имущество, возможно, если предоставить суду документы, что вы его купили по всем правилам. Машина под арестом будет. Своего железного коня Тойота Спасио лишился и этот автолюбитель. Его долг перед банком почти 500 тысяч рублей. Владельцы пытаются уговорить специалистов вернуть им машину. Но безрезультатно. У должников есть два варианта. Погасить платеж на месте или в течение 10 суток. Столько времени дается неплательщикам закрыть свои долги. Иначе за них это сделают приставы после продажи арестованного имущества. Судебные приставы совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводят рейды на автомобильных трассах Иркутского, Ангарского и Шельховского районов с использованием автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявить в потоке проходящего транспорта автовладельцев, у которых есть задолженности по исполнительным документам. Оборудование считывает государственные номера машин и одновременно определяет их принадлежность. Только за час работы судебные приставы арестовали 9 машин. Могли бы и больше, но оформление документов отнимает немало времени. Всего же за три дня, что длится операция, специалистами взыска на должников свыше 400 тысяч рублей. И арестовано более 20 машин, в числе которых и один маршрутный автобус «ПАЗ». Владимир Пеханов, Александр Барановский. Новости сейчас. В географическом центре озера Байкал установят памятный знак. Как сообщается на официальном сайте Красноярского отделения Русского географического общества, он может появиться уже в этом году. Знак выглядит как на этом снимке. Для установки требуется согласование Министерства природных ресурсов России. Географический центр Байкала был рассчитан учеными из Сибирского государственного университета геосистемы технологий в Новосибирске. По просьбе члена географического общества из Красноярска Владимира Черникова. Весной он побывал в экспедиции на Байкале и поехал по льду озера до рассчитанной учеными точки. Музыканты из России, Японии, Китая, Кореи, Белоруссии, Казахстана и Молдовы приехали в северную столицу Приангария. Там открылся международный фестиваль-конкурс среди музыкальных исполнителей «Братск-Зальцбург». Участники более ста человек, половина из которых представляют «Братск». Площадкой для фестиваля стала Объединенная детская школа искусств номер 3. Конкурс пройдет в четырех возрастных категориях. Артисты будут играть на фортепиано, скрипке, саксофоне, домре и других инструментах. На торжественном открытии фестиваля к участникам и гостям с приветственным словом обратился мэр «Братска» Сергей Серебренников. Он пожелал всем музыкантам успешно выступить. Все конкурсы детей подстегают на то, чтобы готовиться, подниматься высоко своим уровнем. Это раз. Второе – общение с другими детьми. Посмотреть, а как они на уровне других детей, не только российского, но и зарубежных. Потому что у нас участники есть из Кореи, из Японии, из Казахстана, из Молдовы, из Китая. Да, Новосибирск, Томск, Иркутск, Кемерово. Общаться и посмотреть, как они выглядят на этом уровне. Жюри определит обладателя гран-при среди всех заявленных номинаций. Лучшие исполнители получат денежные гранты для поездки в австрийский город Зальцбург. Завершится фестиваль 7 апреля. Люмери, Советская, 29. 300 квадратных метров роскоши и соблазна. Салон нижнего белья – Люмери. Для самых взыскательных и капризных отдыхайте и наслаждайтесь выбором. Люмери, Советская, 29. Наши в большом кино. Иркутянин, руководитель и солист группы эстрада Владимир Срабионов, дебютировал в бурятской кинокартине. В Иркутске стартует показ криминальной драмы «Головар». По сценарию фильма главный герой – успешный бизнесмен, который попадает в поле зрения криминальных авторитетов. Чтобы спасти себя и семью, он вступает с бандитами в отчаянную борьбу, руководствуясь при этом главным слоганом фильма. Каждый вправе сам свой выбрать путь. У главного героя, того же Головарова, у него всегда есть выбор. То есть бизнес, семья, здоровье, детей, или деньги, или любовь, или предательство. То есть постоянно весь фильм, вот эти вот факты присутствуют. То есть есть над чем задуматься, и есть потом, когда уже фильм заканчивается, подумать. Но все-таки я бы, может быть, на месте него сделал так или так. То есть, ну да, есть, есть, и есть о чем подумать. В любом случае, всегда прав зритель. То есть зритель то, что говорит, так и получилось. Приходите, нам будет очень интересно ваше мнение. На создание фильма потребовалось 7 месяцев. Финансовые затраты составили около 9 миллионов рублей. Показывать киноленту планируют до середины апреля. В случае высокого зрительского спроса, пока смогут продлить. Спортивный директор «Байкал Энергии» Владимир Янко покинул Иркутский клуб и вернулся в столичное «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте московской команды. Информация подтверждается и на сайте «Белосиних». Янко тренировал иркутян с конца 2016 года. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР. В качестве игрока стал пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом мира. В «Динамо» Владимир Янко также займет должность спортивного директора. 19 медалей пополнили спортивную копилку Иркутской области. С первенства и чемпионата Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе вернулись воспитанники Дворца спорта «Юность». Соревнования прошли в Красноярске. За звание чемпионов боролись более 250 спортсменов из 12 городов Сибири. Самая большая сборная – традиционная Иркутская область – около 40 человек. Десять спортсменов на первенстве выступали впервые. Иркутские акробаты завоевали пять золотых, семь серебряных и семь бронзовых медалей. Самые юные участники, мальчики 9-10 лет, заняли весь пидестал почета по программе первого спортивного разряда на двойном мини-трампе. Это первый крупный старт у команды в этом сезоне. Было сложно. Там делали двойники и сложно было сделать. Первое место было занять сложно. А я успокоилась и не волновалась. Мы всегда выигрываем, всегда привозим очень много медалей. Но я считаю, что именно в этом году это самый успешный наш старт. Потому что мы возили новых, юных наших акробатов, которые проявили себя очень достойно. И на пидестале по первому младшему разряду спортивному весь пидестал был в наших спирку тянут. Это было очень здорово. Потому что мы не знали, на что шли. Мы не знали, какие у нас будут соперники. Иркутские акробаты уже готовятся к следующим стартам. В мае в Новосибирске пройдет Всероссийский турнир Кубок Сибири. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Смотрите наши новости на сайте айс-тв.ру, а также в группах социальных сетей. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте. Комментируйте материалы и предлагайте свои новости. Все социально значимое или просто любопытное мы непременно покажем в эфире. На этом у меня все. С вами была Юлия Ширяева. Всего доброго.